Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Сан Йон Коктён 2012 года выпуска Двигатель 2 литра дизель Механика, полный привод Пробег на автомобиле 82 тысячи километров Заменим сегодня ремкомплект задних суппортов В оригинале он не идет Суппорт только меняется сзади в сборе Путем подбора люди на форуме подбирали Взяли фирмы Фрэнкен Поршня и манжеты Снимем, посмотрим, разберем, переберем Если все подойдет, будут номера Поднимаю автомобиль Снимаю оба задних колеса И откручиваем суппорт Поднял автомобиль, снял колесо Передавливаю тормозной шланг Откручиваю болт штуцера Головка на 12 У болта Маленькая жидкость и вытечет Но из системы она не выбежит Все Шланг отсоединю Теперь откручиваем сам цилиндр Ключ на 14 Шайба Внутренняя осталась на цилиндре Слил остатки тормозной жидкости Которые остались в цилиндре Вот этот цилиндр Он работал более-менее нормально Но если перебирать То перебирать оба Так как я снял цилиндры Направляющие я тоже Смажу Ходят они мягенько Смазку я поменяю Вот износ колодок С этой стороны какой И вот износ колодок С этой стороны какой Здесь колодки менее тронутые Вот этот цилиндр Он как раз и подкусывает Но Зажим у меня один И цилиндры буду перебирать по одному Сейчас чищу цилиндр Промываю Продуваю И разбираем его Помыл цилиндр Выдавливаем поршень Возьму пластиковую ручку От щетки Поршень идет Как видно Очень туго Должен был выскочить уже Не подставляйте пальцы Пальцы отлетят Сам поршень в хорошем состоянии Но мы взяли новые Снимаем пыльник И достаем манжету Сейчас добавлю освещение Достаем манжету Быстрее всего Манжета А ну вот кромку видно На манжете Она подразбухла И стала зажимать поршень Посадочные чистые Промываю Очистителем тормозной системы И продуваю компрессором Промыл Продул Также откручу Штуцер прокачки Ключик на 10 И тоже его Продую Они как правило Очень часто Окислены и забиты Здесь нормально дуется Закручиваю штуцер на место Подтягивать Не буду Нам все равно Еще прокачивать тормоза Снимаю Перчатки Беру Фэби 31942 Поршень Фирма Фрэнкит П384602 Сейчас мы сразу его замерим Подходит Подходит он нам Или не подходит Вижу что головка У него Диаметр чуть меньше По высоте он походит По диаметру он 38 мм Как и этот Сейчас посмотрим Какой ремкомплект Если у ремкомплекта Вот это зауженное Кольцо Ремкомплект Номер 238010 Тоже Фрэнкит В ремкомплекте идет Манжет Пыльники На направляющие То есть Манжет Пыльник Манжет Ну а это уже Он универсальный Он для Разных Видов Тормозных систем Сальничек Какой-то маленький И колпачок И колпачок Это то что будем Использовать мы Это остается Неиспользованным Скрываю поршень Неиспользованным Пыльник Пыльник На него подходит Отлично Поэтому Использовать мы Будем Новый поршень Старый поршень Я выкидывать Не буду Протер его Обратно В пакетик Берем Манжет Мажем Манжет Смазкой Много Взял И Заправляем Его На место После того Как вставили Манжет Мы проверяем Его Чтоб он у нас Стал Ровно Не повернулся Одеваем Пыльник На Край поршня Чтоб у нас Эта сторона Была не зажата И уже Таким образом Заводим Пыльник В паз Заводим Сначала Заднюю стенку А потом Заводим Переднюю стенку Это Наиболее Удобный И действенный Метод Вот он Все Поршень У нас Слегка Покачиваю Вот я его Пальцами Влево Вправо Покачивал Он у меня Пошел Вовнутрь Пыльник Оделся И Поршень Идет Спокойненько Вниз Смазки Я добавил Когда Одел Край Пыльника Немножко Под пыльник Добавил Смазки Если Надо Добавить Больше Берем Добавляем Ее шприцом Обратно Выдавливаем Поршень Заодно Проверим Как он Работает Ставлю Пластиковую Чуть-чуть Немножко Надавил И он Сразу Выскочил Но И Увидел Недоработку Пыльник С одной Стороны Не встал Вот это Вот и Хорошо Что Проверил Переставил Я Поршень То есть Переставил Я Пыльник Видно Что Пыльник У нас Теперь Сидит По кругу На месте Беру Шприц Со Смазкой Приподнимаю Пыльник И Под Пыльник Добавляю Чуть-чуть Смазки Все Отпускаю Пыльник На место И Смазку Разгоняю По кругу А теперь Топим Поршень Все Пыльник Стоит Поршень Стоит Идем Собираем Вот Эти Пыльники Из Ремкомплекта Они Не подходят Сюда Потому Что Здесь Пыльник Вставляется Вовнутрь Родной А Этот Пыльник Он Одевается Снаружи И С одной Стороны И С другой Стороны Поэтому Пыльники Мы не Заменим Чищу Внутри Чищу Сам Палец Добавляю Смазки Берем Тоненькую Тряпочку Слегонца Ее Наматываем В отвертку И Уже Вкручиваем Вовнутрь Потом Выдергиваем Смазку Убирает Хорошо Палец Почистил Посадочная Здесь чистая Беру Тойотовскую Смазку Для суппортов Для направляющих Розовую И Смазываю Немножко Палец Также С горошину Добавляю На отвертку И Завожу Вовнутрь Теперь Вставляю На место Направляющие Выгоняем Воздух Чтоб у нас Подпора не было Если вдруг Есть подпор Тогда мы Берем И Немножко Либо Вытаскиваем Либо Размазываем Смазку Чтоб Подпора У нас Не было Чтоб У нас Ходила Нормально Направляющая Также Делаем С нижней Здесь я Проверил Пыльник Оделся Снимаем Нижнюю Вытаскиваем Старую Смазку На Отвертку Наматываю Немножко Ткани И Вкручиваю Вовнутрь Все Добавляю горошину Вовнутрь И Добавляю Новую Заводим Вовнутрь Видно Вот Про подпор Который Я говорю Но Этот подпор Если Место Позволяет Его Когда Надавливаем Воздух Выходит Если Он Не Выходит Сейчас Попробую Это Показать Воздух Здесь Воздух Убираем Убираем У нас Направляющие Ходят Мягенько Подпора Нет Колодки Я Пока Не Меняю Хозяин Сказал Эти Докатает Ставлю На место Цилиндр Зажимаем Теперь Немножко Очищаю Ушла Смываю Очистителем И Продуваю Также Продуваю Штуцер И Очищаю Шайбу Надеваю Вторую Шайбу И Закручиваем И Зажимаем Штуцер Опять же Не Сильно Потому Что Можно Свернуть Ему Голову А Теперь Отпускаем Наш Зажим Ослабляем Штуцер Прокачки У нас Самотеком Сейчас Должна Зайти Тормозная Жидкость В цилиндр Все Жидкость У нас Зашла Теперь Нам Только Остается Прокачать Это Колесо Все Аналогичным Образом Меняю Со Второй Стороны Также Ремкомфлект Устанавливаю Если Какие-то Сейчас Моменты Там Будут Я Покажу Их Если Нет Все Точно Так же Перебираю Вставлю Запускаю Жидкость И Прокачиваем Тормоза Открутил Второй Цилиндр Вот Как раз Из-за Чего Он И Закусывал Пыльник Слетевший Он Не Порванный Он Слетевший То ли Сборка Такая Я Не думаю Что При Таком Пробеге Кто-то Сюда Лазил Немножко Не Был Не Доставлен И Вылетел Здесь Все Внутри Забито Грязью И Коррозией Разумеется Он Заклинил Он Не Работал Так Что Вот Такое Бывает И С Заводом Хозяин Автомобиля Один Брал У вас Автосалона Не Не Хочет Давить Не Выходит Компрессор Подкачал Свет Подключил Компрессор Отключил Слабый Был Может Из-за Этого Не Додавливал Еле 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 Идет Очень Туго Но Вышел Туго Туго Но честно сказать, коррозия, это грязь, это грязь. Коррозия, конечно, побила его, чуть-чуть раковины видно, но я думаю, под полировку он выйдет. Но так как у нас есть новый поршень, поэтому мы даже не будем этим делом заниматься. Ну и здесь, разумеется, все грязно. Да, даже под манжетом он с обратной стороны, а то грязь. Конечно, но хоть цилиндр внутри чистый, не побитый. Ладно. Продолжаю сыграть. Все, поставил я второй цилиндр на место. Доливаем тормозной жидкости. Тормозную жидкость буду использовать ТРВ ДОТ-4 ПФБ-401. Залил полную. И идем прокачиваем. Прокачаю вакууматором. Так, вот такой вот вакууматор. Одеваю ключ, одеваю шланг и открываю штуцер. Воздух это практически быть не должно. Потому что самотеком она продавливает. Система была не завоздушена. Должно быть нормально. И затягиваю. Одеваю колпачок. Новый колпачок тоже не стал одевать. Он чуть меньше диаметром. Одеваю старый колпачок. И так же со второй стороны. Одеваю ключ. Одеваю шланг. И открываю. Вторую сторону тоже прокачал. Одеваю колпачок. И иду пробую. Педаль тормоза. Все. Педаль не проваливается. Вот так вот вакууматором можно прокачивать. И зажим очень удобен. На этом все. Замену задних ремкомплектов и задних суппортов я закончил. Всего вам доброго. Педаль тормоза. Педаль тормоза.